Друзья, здравствуйте! Вы на канале Форнаксфилм, я Евгений Беседин и я Феруза Перкина. Слушайте, мы приехали сюда уже не в первый раз. Это комплекс Добрая Банька, находится он в Новосибирске. Наши зрители задают вопрос о том, как правильно сделать тепловой щиток в бане, чтобы получить максимальный эффект от работы печи. И сегодня у нас появилась прекрасная возможность поучаствовать в создании теплового щитка в новой бане. И работаете будет проводить не просто печник, а один из членов гильдии печников города Новосибирска. Феруза, как так получилось, что у вас не первый раз работают эти специалисты? Мы, когда начинали строить банный комплекс, мы очень долго изучали это дело. И пытались найти самых лучших специалистов, самой лучшей компании по установке печей. Мы выбрали компанию Везувий для установки печи непосредственно, саму печку компании Везувий. А также мы выбрали гильдию печников, потому что лучше нее в Новосибирске просто никого нет. Качество оправдали ожидания. Мне сейчас предлагаю посмотреть, как работают специалисты. А уже после этого мы с вами будем следить за таинством установкой банной печи в коммерческую баню. Но это отдельный ролик, поэтому подписывайтесь на наш канал, для того, чтобы не пропустить этот выпуск. И там вы узнаете о том, какая печь будет установлена в баню, почему именно ее выбрали и какие ожидания у владельцев бани от работы с этой печкой. Откроем вам все секреты. Вот так. Ну пойдемте посмотрим. Пойдемте. Друзья, давайте познакомимся с Александром, член гильдии печников города Новосибирска. Именно он владеет этим процессом, самым главным, который сейчас происходит в бане в городе Новосибирске, где собирают тепловой щиток для будущего сердца бани парной, где будет установлена чугунная печь от компании Везувий. Александр, расскажите в двух словах, на каком этапе вы сейчас находитесь и вообще чего ожидать от всей этой конструкции? В данный момент находимся на начальном этапе, так сказать. Все банные печи металлические имеют очень высокую отходящую температуру газов. И чтобы они не пропадали зря, мы делаем кирпичный щиток. Это дополнительный съем тепла. То есть печь потом отдает тепло, просыхает сама баня после этого. Лично у меня самого тоже с кирпичным щитком сделана печь на даче. Из каких основных элементов он состоит? Щиток состоит из двух каналов у нас. Опускной и подъемный канал. Опускной это тот? То есть куда подключается банная печь, он падает вниз, потом поднимается вверх. То есть этим мы достигаем более равномерное тепло, прогрев, экономию дров. Ну то есть тем самым этим поворотом, по сути дым идет сначала вниз, потом вверх. Мы сбиваем тягу, да? Ну как бы отчасти, да? Снижаем температуру отходящих газов. Благодаря этому дымоход служит дольше. Ну и собственно именно эта часть, она отвечает за сбор тепла от дымовых газов. Сколько примерно кирпича у нас ушло или уйдет на создание этого щитка? С учетом того, что еще и делается вот эта проходка между комнатой отдыха и парной. Без учета трубы примерно 500 штук. 500 штук. Ну в принципе это я не скажу, что очень много. Но тем не менее работает тоже не на один день. И сколько вы предполагаете, что вот будут проводиться эти работы? Вместе с созданием подиума, со щитком и вот основными элементами? Примерно 2-2,5 недели. Просто это не такой быстрый процесс. Естественно, нужно приготовить кирпич. То есть мы же не просто берем его и уложим сразу. Мы сначала готовим, выравниваем. То есть ну естественно должно быть еще ровно, красиво еще. Кроме этого. Какой кирпич можно использовать для создания теплового щитка? Полнотелый, печной. Полнотелый, печной. А в качестве раствора что нужно использовать? Это зависит от кирпича. Если вы используете, допустим, красный кирпич, то готовится на основе красной глины, песок и глины, растворы. Если вы используете шамотные, то есть специальные шамотные растворы состава. Ну, то есть здесь никаких секретов особых нет. То есть для каждого кирпича существуют свои применимые способы его скрепления. Это все можно найти в свободном доступе. И можно купить практически, наверное, в любом строительном магазине. Там, где, естественно, продается кирпич. Совершенно верно. Поэтому, друзья, я так понимаю, что особых секретов мы вам не рассказали. Но, тем не менее, нам очень интересно последить за работой. За работой Александра, его помощника. И давайте сейчас этим займемся. За прошедший момент где-то мы выложили на рядов, наверное, 10 с момента предыдущей съемки. С той стороны будут стоять конвекционные решетки для быстрого равномерного прогрева. В нишах будет натуральный камень, дикий натуральный камень. Вот такого плана. Желтенький. Так, со стороны парилки у нас тепловой щиток, который будет аккумулировать тепло от банной чугунной печи Эверест. Также сделана стенка со старинного кирпича. Щиток будет до высоты 2,30, то есть, может, по металлу. Также будут стоять конвекционные решетки для лучшей отдачи тепла. Портал выполнен. Из составленного кирпича, кашированного. И отделана камнем золотолит. По желанию заказчика сделана дополнительная панель. Декоративная. Сейчас мы находимся в парильном помещении. Здесь выполнен кирпичный щиток для сохранения тепла. Ну и передачи более мягкого тепла. Выполнены конвекционные каналы. Для циркуляции теплого воздуха. Здесь будет подключаться печь. Также выполнен со старинный кирпич, который обработаем потом. Пропитка атомка лож. Чтобы имела более пристойный вид и лучше сохранялась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, банная печь это то устройство, которое можно бесконечно совершенствовать. И один из вариантов значительно повысить эффективность ее работы, это установка кирпичного щитка. Сегодня мы посмотрели, как это можно сделать в условиях коммерческой бани с помощью специалистов, которые занимаются этим профессионально. Но также, если вы обладаете навыками кирпичной кладки, можно это сделать самостоятельно и взять за основу для своего кирпичного щитка тот проект, который участвовал в нашей сегодняшней съемке. Если у вас остались вопросы к нашим специалистам, которые участвовали в сегодняшнем монтаже, обязательно задавайте их в комментариях, либо в наших социальных сетях. Для тех, кто не хочет пропустить наши будущие выпуски, в том числе и с интересных монтажей, обязательно подпишитесь на канал, ссылка внизу, нажмите на колокольчик для того, чтобы пропустить новые выпуски. Ну и почаще заходите к нам в гости. Будем рады вам. Легкого вам пара. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok